Привет, друзья! Вы на канале EZ2Install. В Корее закончился сезон дождей и это означает то, что я могу продолжить снимать ролики для вас. Под пение Ciccad я сегодня буду устанавливать на Granger магнитолу Android, но есть особенность. Сегодня я ее буду устанавливать совместно со штатным устройством, не удаляя его. Давайте посмотрим, как это получится. Итак, вот эту магнитолу мы будем переставлять немножко вниз. Вот здесь она будет. На ее место будет ставиться Android. Для того, чтобы это сделать, приобрели вот такую вот рамочку кастомную. Как раз получается перенос верхней магнитолы вниз. Климат останется на своем же месте. Сюда поставим Android. Начнем. Так, здесь есть два хитрых секретных болтика. Надо их выкрутить. Затем отковыриваем облицовочку инкрустацию. И здесь тоже есть три болта. 當然. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Примеряем... Вот оно сюда сядет у нас... Отлично... Так... Теперь из того же комплектика достаем... Подлинитель... Его надо водрузить вот сюда... Так... Вот... Так... Вот... Есть... Андроид магнитола 7 дюймов... Стандартный... Такой комплектик... Так... Сейчас посмотрим... Что у нас тут... Нужно... Что не нужно... Так... Крепление вряд ли понадобится... Так... Снимаем пленочку... Примеряем... Большая... Так... Нужно... Через рамочку... Так... Пленку сажаем... На магнитолу... Так... Ну я пленку снимать пока не буду... Владелец... Если захочет... Снимать... Вот так... Ходил... Ставим ее... В свое место... Здесь он будет жить... Так... И фиксируем ее с помощью... Резиновых... Специальных... Таких... Накладочек... Берем несколько саморезов... Так... И перекручиваем... Снимаем... Так... И перекручиваем... Теперь нам нужно удлинить немножко провода, потому что здесь коротко получится, а нам нужно, так как мы провода отсюда убрали на нижнюю магнитолу, а задействованы будут обе, поэтому нам нужно запитать вот эти провода, провести вниз до того разъема. Провода от динамиков мы использовать не будем, дальше я объясню почему. Итак, я удлинил провода, значит, они у нас должны пройти сюда, но так как здесь у нас раньше была магнитола, сейчас здесь уже ничего не будет, можно пропустить их в принципе вот в этот проемчик, главное, чтобы они вниз спустились. вот так, вот так, я думаю, будет достаточно для подключения. Так, и подключаем их к нижнему разъему, где у нас питание. Так, питание у нас на сером разъеме. Проверяем, как обычно, для верности, где находится плюс, где минус, где зажигание. Проверяем, так, вот у нас плюс, вот минус, и зажигание у нас получается вот здесь, а сейчас мы его проверим. Этот зажигание, так, значит, коричневый или розовый провод у нас зажигание, а красный и черный – это питание. Так, кроме этого у нас есть еще иллюминейшн. Так, иллюминейшн при включении габаритов появляется, коричневый провод. Итак, вот эти провода, которые нужно подсоединить. Я их сделал немного длиннее для удобства, но, не знаю, все равно, в принципе, неудобно. Цеплять надо. Так, цепляем массу. Так, постоянный плюс. Здесь у нас красный, а на андроиде желтый. Цепляем, значит, желтый к красному. Так, вот этот у нас зажигание, розовенький провод. И коричневый, как мы выясняли, габариты. Он у нас на магнитоле где-то раньше, но я его соединил с серым, поглинял. Поэтому серый цепляю на коричневый. Ну вот, собственно, практически все подключения. Остается зацепить мультируль, камеру заднего хода и всё. Да. Так, теперь, значит, для того, чтобы подключить мультируль, вот этот провод нужно соединить с мультирулем. Вместо мультируля у нас есть очень удобное устройство, там же купленное, на всё том же Алиэкспресс. Устанавливается в подстаканник. Вот такой вот девайс. И, значит, здесь у него находится радиопередатчик по Bluetooth. А здесь Bluetooth-приёмник. На нём написано, как его подключать. То есть, тут идёт выход три провода. И по-английски написано и по-китайски. Белый, значит, у нас White Cable Connect K. Здесь он у нас розовый, почему я и говорю розовый. Потом чёрный провод зацепить на массу. И красный провод на ACC, то есть на зажигание. Так как это у нас будет всё прицеплено ближе к магнитоле, то, я думаю, здесь мы его можем и разместить. Так, немного зачистим провод масса. Аксессуары – это у нас красный провод. Так, и остаётся розовый. Соединяем с белым, с сигнальным. И мультируль у нас подключён. Можно его даже здесь как-то зафиксировать. Что-то типа вот так. Так, теперь осталось подключить камеру и звук. На камере заднего вида, обычно на проводе, уже в современных раньше не было, сейчас стали делать. Провод вживляют уже прямо в кабель видео. И вот здесь RCA разъём жёлтый. У него в заднице есть то, что нужно. Торчит провод питания. На нём появляется плюс, когда камера включена. Вот, этот провод нужно зацепить на бэк. Бывает бэк пишут, бывает камера, бывает пишут реа камера. Ну, в общем, не суть. Главное, что по схеме это подключение камеры. Это идёт сигнал на включение режима заднего хода. Так, с этим закончили. Теперь, для того, чтобы у нас магнитола воспроизводила звук, здесь будет немножко маленькая хитрость произведена. Мы звук будем воспроизводить не с усилителя магнитолы, не с её усилителя, а через штатное устройство. То есть, штатное устройство у нас имеет такой режим, как AUX. И при включении AUX включается и подсоединяется воспроизведение звука с фон того гнезда. Вот, теперь нам нужно подключить к этой магнитоле. Можно, в принципе, запитаться сюда, найти и подсоединить напрямую. Но я не хочу разрушать заводской, так скажем, дизайн. Поэтому я хочу вывести с этой магнитолы выход звука на разъём 3.5 jack. Здесь есть дополнительные вот такие вот RCA-разъёмы для подключения. И вот здесь идёт AUX IN, правый-левый, видео-выходы. И вот здесь идёт AUX OUT. Вот он. Вот эти два провода можно сделать через переходник на разъём 3.5, чем я и займусь. И этот разъём мы выведем в подлокотник, соединим на AUX. То есть если... Ну, я покажу далее, что у нас получится. Так, это шнур для отключения AUX. Я приобрёл шнурок. Так, и теперь нам нужно его будет отсюда провести в подлокотник для того, чтобы использовать AUX. так, и вытащим его сюда. Так. 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 Столод, exile. Ту Так, так. И можно его воткнуть Для того, чтобы подключить шнур Можно было воспользоваться переходником с RCA на 3.5 Но у меня оказался провод только 3.5 на 3.5 Поэтому я перепаял гнездо Сюда поставил 3.5 джек вместо RCA Вот, теперь можно его соединять к магнитоле Пока оставляем и готовим панель Вместе с магнитолой для установки Для этого нужно с той панели снять Перенести все сюда И переставляем все на новую панель Так, теперь... Здесь есть два входа USB Один из них мы выкинем в бардачок Я так думаю, это будет правильно Так, подключаем Так, камера заднего вида Подключаем Так, один пойдет в бардачок Раскрутим его сразу Так И... Один, который будет у нас на переднюю панель выведен Вот его подключим через удлинитель Как раз таки Вот так Вот Теперь Почти все готово Так И... Посмотрим, что у нас получилось Вот такая теперь панелька красивая Вот Почти все готово Теперь Для того, чтобы нам установить Нужно будет Штатную магнитолу водрузить вниз Так Для этого Так Нужно убрать все, что Мешается Так Это наверх Пока Там будет Климат-контроль Прицепляться И начинаем Соединять Так Питание Это все цеплять уже придется на ощупь Так Выходные динамики Так И... Разъем С ауксами и всякими делами Крепим штатную магнитолу на штатные болты И... Теперь можно Установить Основной состав То, к чему мы стремились Так Начнем с того, что доступно Так Отцепляем Камеру заднего вида Так К магнитолу Так Теперь усилитель В качестве усилителя У нас будет использоваться Штатная Магнитола И Климат-контроль Так Климат самое тяжелое подключить Вот так И... Сажаем все Ага Это нужно Бардачок протащить Так Протаскиваем Бардачок Вот Сюда Вот так И Закрываем Собираем все это на свои места Так Загрузилась Музыка есть Так Теперь Выключаем И делаем Настройки Обучение кнопок на руле Так У нас вот эта штука Будет работать Она будет По стаканнике стоять Я думаю Так Громкость Плюс Выполнено Громкость Минус Выполнено Так Теперь Что у нас тут Дальше Выполнено Назад Выполнено Так Стоп Плей Вот У нас есть Да Выполнено Так Подъем Трубки И Опускание Трубки Все Запомнено Теперь Если Включить Музыку Можно проверить Как оно У нас Управляется Так Пауза Стоп Вперед Назад Все Есть И здесь Громкость регулируется И здесь Громкость регулируется Так Ну Теперь осталось Только Подсоединить Все разъемы Собрать Еще проверим Задний ход Задний ход Камера Работает Все Чудненько Так Значит Что мы получили Теперь у нас осталась Полностью функциональная Штатная Магнитола Она С мультирулем Со всеми делами Плюс У нас Добавился Андроид Который работает Через Аукс То есть если Аукс Выключить Будет играть Штатная Опять Свою Флешку Если Включить Аукс То Подконнекчивается Андроид Ну Сборку я Думаю Не стоит Показывать Она Как обычно Пройдет В штатном режиме Скрутим Все провода Которые там Упакуем Здесь В принципе Все Если вам понравилось Подписывайтесь на канал Если есть вопросы Задавайте их В комментариях Я отвечу Всем удачи Увидимся В следующем видео